Генеральный спонсор программы Мы с удовольствием выезжали и с удовольствием нас принимали зрители Нас очень радуют Мы с удовольствием ходим, поем, радуем людей, радуемся сами Сегодня у нас в гостях Алла Даниловна Горбунова, клуб «Мы за чаем не скучаем» Как не скучаете? Не скучаем Сколько чая приходится выпивать? Чаю мы пьем немного, в основном мы поем, разговариваем Шутим У нас тематические встречи Потому что это такой клуб, что можно так развернуться и такие темы брать Что будет очень интересно Пришла я в Союз Я, в общем-то, когда пошла на пенсию, немножко, конечно, было мне очень даже не в своей тарелке Потому что всю жизнь привыкли мы как? Трудиться, чем-то заниматься и на работе скорбью А тут раз пришла домой Я думаю, все, завтра никуда идти не надо Завтра и спать не хочется Ну тут вот услышала про Союз пенсионеров вот этот Пошла Это я пришла туда в 2008 году Посмотрела, мне так понравилось Люди и поют, и столько клубов организовали Мне предложили руководить клубом «Мы за чаем не скучаем» Я пришла в конце года И с января я уже составила план Набрала людей Желающих было у нас очень много Потому что люди хотели всегда чем-то заниматься Клубов у нас сейчас где-то 8 И с января месяца мы уже пошли эти клубы проводить Как проводим? На полгода мы создаем план Есть инициативная группа, которая помогает мне в этом клубе Мы придумываем какие-то викторины, ребусы Мы даже некоторые эти спектакли проводим Например, мы за чаем не скучаем Не просто так собираетесь? Не просто собраться А вот именно человек, даю задание, она прочитала что-то Раз, мы какую-то сценку провели Все, мы все вместе провели эту сценку И нам интересно Потом мы по каждой теме подбираем песни свои И также на другой Вот, например, вечер Пахмутовой провели Или день юмора в апреле Обязательно, это ж надо поюморить, значит Надо что-то придумать смешное С Пахмутовой очень интересно Вот недавно мы провели дача Это в августе было Дача, где бабушки у нас Мы друг друга называем девочки У нас бабушек Мы только девочки А как еще? И поэтому пришли, так девочки Девчонки О чем судья поговорим? Давайте, у кого какие новости? Все мы обсудили, самовар поставили Напекли шанюшек своих Блинчики, пончики Это у нас все умеют Поэтому нам очень... Алла Даниловна, скажите Вы организуетесь вот сами девочками, да? А внуки, как же так? И внучки Вы их как-то организуете, молодежь? Внуки у нас тоже организованные Во-первых, они нам помогают Домашние поддерживают на первую очередь Да, они так увлечены Говорят, бабуль, да ты же молодец В хоре поет, куда-то бежит на танцы Где-то что-то в библиотеке посидеть Мне надо же тоже материал подобрать Вот именно на эту тему Она такая довольная, говорит Я буду брать с тебя пример Сейчас работать в школу пошла Надо там подготовить Надо какую-то тему тоже взять И, в общем, она... Мы друг за другом, в общем, только успеваем Так, с девочками все понятно Что у нас мальчик сидит, молчит один? Мальчику слова никак не дадут Павел Андреевич Сухобоков Я занялся спортивной, нордической ходьбой Это ходьба с лыжными палками Тоже благодаря интернету Вот, к слову, в интернете Мы с Ритой Васильевной встретились На курсах в областном союзе пенсионеров Вот, она вела группу здоровья Ну, а я пришел осваивать интернет И, поговорив, как-то она мне предложила Давай, говорит, заниматься вот нордической ходьбой Она в интернете тоже где-то там вычитала А я, я бывший спортсмен Знал я о нем давно еще В времена союза Первые японцы приехали, кстати, показать В Приморье вот эту ходьбу Ну, потом ее назвали нордической Вот Она предложила мне раз в неделю Я ей сказал, что раз в неделю Это потеря времени Давайте вот три раза Это оптимальный вариант Все Ну, мы на этом согласились Благодаря вот Корабличенко Алексею Я там договорился насчет стадиона Чтобы попустили нас ходить И мы начали ходить На первое занятие мы пошли за город Вырезали палки Потому что палки очень дорогие Они 750 рублей одна палка Специально для ходьбы Это, конечно, очень дорого Вот Пошли мы за Зею Вырезали палки Там ошкурили их Сделали набойки на них Чтобы не портить покрытие И на этих условиях Корабличенко нас все приютил Мы ходили Потом подошла зима Пошел к Сергееву На стадион «Спартак» Тоже Ну, это благодаря Мы с ним когда-то работали Тоже он нас спустил, как говорится На зимние квартиры И зиму мы проходили на стадионе Теплые раздевалки Хорошая дорожка Прожектора Сколько вы уже занимаетесь, получается? Мы второй год уже занимаемся Да Ну, естественно, поначалу было много Потом в силу различных причин В основном, конечно, за здоровье И здоровье в основном Из-за опорно-двигательного аппарата У кого колено, у кого голеностоп То есть она помогает, да? Нет, я имею в виду, что отсеялись А, отсеялись Потому что там, видите, там уже хронические были Ну, даже заболевания, наверное Ну, а кто так, периодически там Мы занимаемся зимой на стадионе Поэтому почти никто из них не болел Они вначале все со страхом Когда я им сказал, что зимой будем ходить Да ну, да как, да Ну, а потом походили Все, факт, что закалились Вот И таким образом мы вот занимаемся А сколько людей к вам ходят? Ну, в пределах 14 человек Бывает от 4 до 14 А это преимущественно то, что мы говорим Девочки или мальчики? Ну, в основном девочки В основном девочки У нас еще одна девушка сидит Людмила Васильевна, есть ли вам? Чем вы занимаетесь? Ну, в основном, конечно, потенциальный пенсионер Но стараюсь помочь людям Потенциальный пенсионер? Да, имеется в виду, что Значит, я не вхожу в никакой союз Нигде ничего Но мне хотелось бы, чтобы люди Которые находятся Может, одни живут Может, они не имеют компьютера Они знали бы какую-то информацию Поэтому мне Вот А я обратилась просто-напросто В союз пенсионеров Таким, чтобы Была такая рубрика Например, как право Вот Потому что Не только Пенсионеры Люди, которые Уже имеют большой пенсионный возраст Вот Ну и молодые Будущие пенсионеры Они не знают Многие не знают Своих прав Не у всех имеются компьютеры Не у всех имеется Возможность общаться Поэтому я, что могу Общаюсь с этими людьми Стараюсь Дать какую-то информацию Что можно По такому адресу обратиться По такому телефону Что можно вот такое-то сделать Другое Потому что Ну есть Понимаете Я обратилась Конечно, здесь немножечко Как зритель, как говорится Я немножечко Может быть, дегти Так добавлю Я обратилась в союз Это пенсионер Мне сказали Вы плохо ходите Значит, извините, пожалуйста Мы вас принимать никуда не будем Ну раз нет Значит, нет Значит, я Хотя у меня есть Например, большая Очень-очень много материала По проведению праздников Я часто провожу эти праздники Там, юбилеи Торжества Тогда и то прочее Ну, еще и имеется у меня То, что я инспектор Была по охране труда Значит, у меня кое-какие Правовые есть знания Ну, ко мне звонят Я это сама Объясняю Где, что и как Отчего Вот таким образом Ну, кстати, все равно вопрос Так, конечно, стал Рита Васильевна А вот как получается Как войти в союз пенсионеров Не все принимают еще, получается Вы знаете, для меня Это вот И мы с Аллой Даниловной У нас, как говорится Перегиброзные утили Перегиброзные утили Отношения У нас, на самом деле Она, может быть, смотрит телевизор Она подтвердит О том, что она с палочкой Ко мне приходила На занятия И она сама Перестала ходить Потому что Ей совершенно Стало Она сейчас лежит Не ходит Но она до последнего Ходит И я не могу У меня очень много людей С больными коленями С больными ногами У меня женщины Ходят в возрасте По 81 год 81 год 79 79 Средний возраст У меня женщин 75 лет Ну вот Не, не, ну может Я имею в виду То, что не просто ходить В смысле посещения То есть нужно быть Суперактивным Готовым Я вам говорю Только лишь О клубе здоровья У нас есть Другая часть Нашего союза Ну, можно я так Может быть Это будет не совсем корректно Я прошу Сразу же извиняюсь За некорректное слово Пассивные люди Это те Которые приходят К нам просто На мероприятия Мы в год проводим Шесть или семь Мероприятий Вот если мы начнем Новый год Мы проводим Для всех Где более сотни человек Это значит День Победы Это День Матери День Пожилого Человека Это 8 марта Вот Может быть Вы тоже видели По телевидению Какое у нас Просто шикарное Прошло мероприятие Дары Амурской осени Где вот Пьер Решард Да Который был у нас В трех ипостасах Это картину Которую из лепестков Цветов сделали Это из овощей Сделали И там Такие поделки Были И вот Туда Свои поделки Принесли Две мои женщины Которые больные С сахарным диабетом У которых Плохое зрение Я вообще Этого даже Представить не могу Кто вдруг Так вот Осмелился Отказать человеку Мы всех принимаем Это самое Я хочу это что Я предлагаю Например Свои Что я могу Может кому-то помочь К тому же Тот же одинокий Человек Который не сможет Ходить Можно к нему прийти Поздравить его С днем рождения Тогда и то прочее Все остальное Я предлагаю Свои услуги В смысле Имеется Ну поздравляем Переходим на квартиру У вас есть выбор И вот даже В своем песне Вместе С этим товарищем Представляете Вот первый раз Я например услышала Относительно Дети войны Я привезла Это самое Забралась Тикрую свою С деревни С Мазановского района Она имеет Медали за работу Это самое В годы Великой войны Вот Я приходила Я говорила Об этом человеке Что она Вот такое имеет Медаль имеет Что она работала Она такие истории Сказывает Вы знаете Я сама заслушиваюсь Этого А вот я хочу сказать Когда мы делали книгу Дети войны Вот эти 197 характеристики Которые нам прислали Мы когда читаешь И знаете Вот слезы выбивают Такие жизни прожиты И мы отобрали Только пока 96 человек А остальных Мы тоже во вторую книгу Обязательно внесем Обязательно Еще дополним Жизнь насыщенная На самом деле Я хочу от вас услышать Вот одно Такое пожелание Может быть Молодым пенсионерам Которые сейчас стоят На пороге выхода на пенсию У них тоже может быть В душе что-то происходит Такое Что И уже и молодость ушла И И вот пенсия Подкатила Что вы посоветуете Как поступите Вот я хочу привести Один пример Когда ввели Вот день пожилого человека Я работала В Михайловском районе Я звоню руководителям Как раз перестройка Началось Я говорю Вы как будете Своих пенсионеров Частвовать А что чествовать У нас ни денег нет Мы ничего не будем Я говорю Ну вы можете позвонить Как-то Хотя бы без подарка Просто позвонить Как-то вот что-то Поэтому когда человек Выходит на пенсию Он думает Все Действительно Некуда идти Никому ты не нужен Поэтому нужно идти В организацию Вот в эти клубы Вот в эти соревнования Участвовать Компьютер изучать То есть активно участвовать Активно работать Тогда только жизнь Будет интересна А когда сидит дома Человек Начинает болячки Начинает что-то придумать Начинает какие-то рецепты Какие-то там Все это Это все пойдет не так Для того чтобы жить Надо именно Общаться с людьми Ну этого хотеть на самом деле Этого надо хотеть самому Если ты не захочешь В первую очередь Надо захотеть самому Хочешь пойдешь Не поздравил меня С днем пожилого человека Второй день поздравил Малочка У меня совести не хватило Поздравить С днем пожилого человека В этот день Потому что Ты не относишься к таким Я тебя поздравила На второй день Ну спасибо сынок Вот так вот Отличное завершение Нашей программы Уважаемые Я благодарю вас всех Я желаю вам огромного здоровья Здоровья Оптимизма Во-первых Активной жизненной позиции И уважаемые телезрители Убедитесь пожалуйста Вот на примере наших гостей Что жизнь есть Не только на Марсе Но она есть у нас И за 20 И за 30 И за 40 И пока человек живет Полноценной жизнью И хочет жить И он всегда будет жить Еще раз Как можно больше здоровья И долгих лет жизни И бодрости Потому что только вами Глядя на вас Нам молодым Хочется действительно Жить и радоваться Спасибо Это было ток-шоу Вам слово Большое спасибо До свидания До свидания До свидания